Двигаемся в Рязанскую область, запускать объект на линии электропередачи «Газпром Энерго». Поехали! Стелка обверстия, в лесу едет трактор, сцепляется. Мы его используем под пустарники. Ребята, всем привет! Вы на канале «Мульчер Эксперт» и с вами Антон Хатунцев. Сегодня мы покатаемся на одной из моих единиц. Это Waltra T193. Я покажу, как он работает, как он ездит. И я расскажу о том, какие потребности я этим трактором закрываю. Поехали! Смотри, как стерильно! В носочках! Коврик! Это Waltra T193. Дизельный трактор. У него есть два поста. Один пост рулевой, второй пост. Сидушка переворачивается, едешь вперед. Просто ты этот трактор эксплуатируешь как для перевозки тележки, для пахоты земли. Переворачиваешь обратно, а у тебя мульчер подцеплен. И у тебя пост управления. Также здесь есть сцепление, тормоз, газ. Едешь так же, как полноценный трактор, только ты мульчируешь в обратную сторону. Здесь у нас табло показывает сейчас 330-320 оборотов. Берем, добавляем. Добавляешь обороты. Рабочий оборот 1020-1070. Сейчас смотрим. Раскручивается ротор. Пошел, пошел. Сейчас у нас мелколесье. Делаем 1020. Оставляем 1020. Так, есть контакт. Опускается. Поднимается. Высота. То есть можно положить на лыжи. Он будет на лыжах и в плавном плавающем положении плыть. Ты едешь вперед. Сейчас мы, значит, опустим чуть-чуть ниже. Вот. Пошли вперед. Сейчас мы будем производить расчистку в два прохода. Сейчас я объясню, что значит два прохода. Сейчас мы делаем первый проход вперед. Опа. Пошли назад. Показываем ниже. И смотрим. Из-под мульчера выскакивает получается щепа и перемешивается все с землей. Природное удобрение. Переключаю опять вперед. Перестраиваюсь. Пошел вторую полоску. Вот. Это все под линими электропередач. 2400 моточасов уже наработали. Для тех, кто не знает, этот трактор, конкретно эта модель. До полутора тысяч часов двигатель берет масло. То есть изначально я переживал. Мы постоянно доливали, жаловались дилеру. Думали, что у нас что-то не так с двигателем. Но в итоге получится до полутора тысяч. Он прошел обкатку. И сейчас работаем. Уже 2400 моточасов наработали. Мы его сильно не насилуем. Что я подразумеваю под насилием трактора? Это значит, даем ему сильную нагрузку. Мы его используем под кустарники, под деревья не толще 10 сантиметров. Постоянно вовремя обслуживаем. Замена масла, смазка узлов, замена ножей. То есть все делается четко по регламенту. Регламент нам дилер предоставляет. Из поломок у нас сразу предупреждаю. Ну, кто будет покупать такой трактор. Расходным материалом считается, это валотбор мощности расходником считается. И кардан. Это прям будет при постоянной эксплуатации будет ломаться. Ножи стираются. Лыжи на мульчере. Мульчер у нас в цепи. На нем, значит, лыжи стираются в 2000 моточасов. Уже нужно или новые ставить, ремонтные. Или можно будет наварить пластины. Вот в данном случае мы на 2000 часах наварили резина. Если есть возможность, сразу покупайте лесную резину. Потому что под такие работы сельхоз не подходит. Она прокалывается. У нас сейчас стоит сельхоз резина. И у нас время от времени приходится клеить баллоны, возить. Освещение дополнительное. То есть на этом тракторе освещение слабоватое. Если планируется работа в темное время суток, то ставьте люстры диодные, длинные, на всю ширину кабины. Расход топлива в смену у этого трактора 140-150 литров. При интенсивной работе. По проходимости трактор хороший. Ничего сказать не могу. То есть он полноприводный. Можно включить полностью принудительный режим. А можно сделать подключаемый передок. Передок подключается при пробуксовке. Хороший ходовыменьшитель. Вообще замечательный трактор. Я его использую под линиями электропередач. Это под лепками. Использую под расчистку сельхозполей. Использую под утилизацию двесно-кустарниковой растительности. Допустим, в каких-то районах у меня люди работают вручную. Там невозможно подъехать. На любом тракторе невозможно. У меня люди выпиливают. Ветки вытаскивают. Складывают. Ну, подготавливают вручейки такие длинные. И потом приезжаем на тракторе и все это замульчируем. Мы на этот трактор, кстати, всем рекомендую. Мы сделали отличную защиту снизу. Мы сделали полностью по периметру трактора. Металлический лист. Если у вас этого листа не будет. Есть вероятность того, что у вас пробьется топливный бак. Или можете повредить внутренности трактора. То есть ветки летят. Щипа летит. Бывают колья большие вылетают. Бывают попадаются арматуры, железки. Ну, все. В принципе, для сельхозработ я его не использую. Я про защиту расскажу. Смотрите, ребят. Для тех, кто покупает трактор. Вот такую резину можно под низ сделать. И дилерам рекомендую. Ставьте своим будущим покупателям вот эту резину. Она защищает, получается, топливный бак, агрегаты, трубочки. То есть бывают моменты, когда отсюда палка вылетает. И может в бульчер удариться. Или может удариться в трубочке. У нас уже было. Мы пробивали бак. То есть эту штуку поставьте. На тракторе есть болты. Которые можно будет использовать для того, чтобы прикрепить защиту. Вот рекомендую сделать хороший уголок. И прикрепить к нему лист железа. Вот сюда. Небольшой косяк производителя. Вот этот кожух пластиковый делали. Подразбили. Вот он у нас открытый. Сейчас я не знаю, как они делают. Надо посмотреть на 2034, как у нас. По-моему, там он металлический идет, закрытый. Но здесь пластик, вот он подразбился. Труба, видишь, подмялась. Это мы ездим по лесу. То есть тем, кто будет работать, сразу рекомендую зеркала снимать, крылья снимать, поворотники снимать. Вот. И какой-то, может быть, кожух защитный можно будет для глушителя сделать. То есть он у нас частенько об ветке. Ну, в лесу едет трактор, цепляется. Кстати, многие говорят о том, что заднее стекло у Валтера, ну, у любой Валтера, бьется. И ставят поликарбонат. У нас, кстати, еще не было такого эксцесса, что мы разбили заднее стекло. Оно хоть и стоит дорого, но мы сразу не стали менять. И я думаю, что пока и не понадобится. В некоторых случаях кто-то обклеивает стекло бронированной пленкой. То есть если попадается палка. Ну, все, разбили. Опять же, вернемся. Почему у нас не бьется стекло? Потому что у нас резиновая защита. Стоимость этой защиты, ну, где-то рублей 800. Вообще вся работа тысячи в две с половиной, в три обошлась. Вот сделаем защиту, и мы защищаем стекло. В принципе, все про этот трактор. Я там не супер технарь, да, чтобы вам рассказать про все подробности. Пусть об этих подробностях мои трактористы рассказывают. Если вас это интересует, я могу их попросить, они расскажут. Ну, а я бизнесмен, предприниматель. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Сделайте, пожалуйста, репост в своих социальных сетях. Помогите моему YouTube-каналу развиться. Буду вам благодарен. Буду для вас стараться снимать более интересные выпуски. Ну что, до новых встреч. Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok